Главной претензией к организаторам выборов президента в первом туре 17 января от избирателей, представителей комиссий и наблюдателей стало низкое качество списков. Только в Шевченковском районе в день выборов в списке по жалобам избирателей было внесено до полутора тысяч человек. И подобная ситуация характерна для всех районов города, говорят в Шевченковском отделе ведения и косреестра избирателей. И сегодня уже осталось слишком мало времени, чтобы решить проблему списков до второго тура, говорят специалисты. Увидят ли свои фамилии в списках избирателей во втором туре те, кто не увидел их в первом, знает наш корреспондент. Если вы пришли 17 января на участок и не обнаружили своей фамилии в списках, не факт, что эта ситуация не повторится и 7 февраля, признаются специалисты отдела ведения госреестра. Слишком мало времени между турами и слишком строгая процедура внесения человека в реестр. В промежуток между первым и вторым выбором внесение именно не правка избирателей технических ошибок, а именно внесение в списки выборов достаточно жесткие сроки и вероятность того, что человек попадет в списки за это время, она конечно не очень велика. Невелика вероятность того, что вас восстановят в списках и в том случае, если в день выборов вы оставили на избирательном участке жалобу. К рассмотрению этих жалоб в отделах реестра еще не приступили и на то, чтобы отреагировать на них у сотрудников отделов останется всего несколько дней. Все будет зависеть от того, значит, насколько сейчас хорошо сработает окружная комиссия, как быстро она нам их передаст и как быстро мы получим ответ из паспортного стола по подтверждению этих людей для внесения их в реестр. Вот, то есть вероятность и да и нет, трудно сказать. И все же, если вы впредь хотите голосовать без проблем, сотрудники отдела реестра настаивают. Лучший выход для сознательного избирателя – прийти к ним и проконтролировать процесс внесения своей фамилии в реестр лично. Поэтому для того, чтобы человек вообще не имел проблем со списками избирателей, он должен, конечно, в первую очередь обратиться в отдел ведения реестра. При себе он должен иметь основной свой документ – паспорт. И все остальное здесь сделать на месте. Чем раньше человек обратится в отдел ведения реестра при райадминистрации, тем больше у него шансов проголосовать без проблем во втором туре. Тем же, кто так и не успеет восстановиться в списках до 7 февраля, в день выборов придется обращаться в избирательную комиссию или в суд.